Под крышей главного дворца школьников страны собраны самые умные и юные казахстанские пионеры индустриализации. На обозрении гостей выставки инновационных проектов роботы, танки, модели космических луноходов. В общем, Экспо-2017 глазами будущего. Восьмиклассник из интеллектуальной школы имени президента Назарбаева Тимиргали Тимирлан питает слабость космосу, конструирует протоны будущего. Я знаю, что протоны очень вредят нашей природе, но других космодромов нет, поэтому они запускают их у нас. Я мечтаю строить ракеты на безопасном для экологии топливе. Ракеты можно будет запускать с центра города. Старшие товарищи во дворце независимости меряются интеллектом. Условно поделившись на экологов, правительство и народ тут ломает голову, как всем дружно соскочить с нефтяной иглы. Представители власти задают нужные вопросы и получают от экологов правильные ответы. Вы хотите использовать альтернативные источники энергии? Сейчас, в 21 век, Астан является Астан. А экономика Астана в большей степени зависит от экспорта нефти. Вообще, вот, в диагнозе сферы, да? Как вы хотите так быстро или какие-то у вас есть планы, допустим, чтобы использовать альтернативные источники энергии постепенно? Или вы хотите так сразу отнимить нефтегазовую отрасль, индустрию, тем самым подвести дефолт и разрушить нашу экономику? Это нужно постепенно, но это нужно увеличивать. Каждым годом процент использования альтернативных источников должен расти. И при этом существует экономическая страна, который переходит на альтернативные источники энергии. Страна, которая первая перейдет на альтернативные источники энергии, то есть полностью на все 100%, она будет диктовать все условия на этом рынке. Эту политическую идиллию неожиданно нарушает какой-то глаз народа. Господа, господа, я понимаю, вы спорите об этом, о простом народе. Финансировать все эти проекты наши, как вы собираетесь вводить данные проекты? У вас есть точный план действий? Нас это волнует очень сильно. Это первое. Второе. Полностью перейдя на альтернативные источники энергии, мы окажемся без работы. Мы все нефтяники, все наши семьи останутся на содержании государства. Мы подумали об этом. Ключ к разгадке в главном футуристическом документе президента Казахстана – стратегии 2050. Как говорил государство, послание 2050, стратегия 2050. Мы постепенно к 2050 году, мы должны перейти к 50% ВВП, должно составлять альтернативные источники энергии. 30 июня, вроде, сказали, что Казахстан должен экономически отойти от зависимости цель на нефть. В данном случае предполагается то, что будем параллельно обхождение цель на нефть. Имеется в виду, параллельно будет развиваться альтернативные источники энергии, и параллельно будет развиваться нефтегазная индустрия. Развивать параллельно – это провести в том же 2017 году в Астане Всемирный нефтяной конгресс. Но вся штука в том, что эти юноши и девушки по-комсомольски торопят события. Окончательное решение по вопросу нефтяного конгресса будет принято лишь 23 октября в канадском городе Калгари. В соперниках у Астаны значатся Хьюстон, Копенгаген и Стамбул.